Здравствуйте, дорогие друзья, с вами Волгин Михаил из Киева. Я нахожусь в центре на улице Хрещатик, где ранее в советские времена и уже после получения Украины так называемой независимости на 9 мая, это день победы советского народа и народа Восточной Европы над фашистской Германией или как говорят на нацистской Германии всегда на Хрещатике проходил парад, но поскольку времена идут, времена изменились, идеология истории изменилась на Украине, был создан Национальный институт памяти, который переименовывает улицы, пересматривает историю и советский период, когда СССР стала мощной мастеральной державой, которая разбила вот эту фашистскую Германию и освободила народа от фашистской чумы, этот весь период не признается на Украине, его просто вычеркнули из памяти, это говорят манкурты. И вот сегодня видите на этом Хрещатике В прошлом году были картонные коробки, а в этом году поставили вот такие вот призмы, и там какой-то красный круг, непонятно, очевидно, это МАК, и написано 1939-1945, пометаемо, перемогаемо. Что они помнят и что они побеждают, непонятно. Ну, во всяком случае, их поставили так, чтобы, собственно говоря, ни у кого не возникло желания тут пройти с юридическими ленточками и, не дай бог, да, вспомнить о победе советского народа в Великой Отечественной войне. Более того, дорогие друзья, на Майдане Назалежности, на площади, куда я сейчас пойду, там выставлена целая экспозиция. Мы, как видим, готовится Украина к Дню Евровидения, это будет 9-е число открытия официально, то есть уже начнутся концерты в главном концертном зале, только этим она и живет, а вот День Победы, тут будет даже не День Победы, тут его так не называют, а, как вы видели, пометаемо, перемогаемо, непонятно, что будет, очевидно, 8-го мая, и вот там вдалеке, видите, стоят какие-то стенды. Мы сейчас пойдем и посмотрим, кого же помнит украинская власть и кого она, перемогая или побеждает. И вот, дорогие друзья, я подошел уже к этим большим рекламным щитам, и видно такая надпись «Украинцы в лавах победных наций перемогли агрессора». Украинцы в рядах объединенных наций победили агрессора. Далее опять даты, 1931-1945, помним, побеждаем. И портрет Николаса Миньо. Ну и что это за портрет, и какое отношение он имеет к освобождению Украины от фашистских захватчиков, от победы над фашизмом? Читаем. Вояк армии США загинув в героичном бою в Тунисе. Это значит, солдат армии США погиб в бою в Тунисе, награжденный медалью Пашаны, это уважение, с серебряной звездой и медалью «Паркуровое сердце». Ну и такой первый придумал, это Украинский институт национальной памяти, который, собственно, Ветрович возглавляет. И вот, как мы видим, что Дню Победы, 9 мая, это имеет косвенное отношение. Тут же и маки, эти красные пятна оказываются маками. Вот мы пойдем дальше. Да, о чем это говорит? Что не признается современной властью Украины, великими украинцами, картавами, ройсманами, вальсманами, их идеологами, не признается День Победы, 9 мая, а придумали они какой-то свой день. И на этих счетах совершенно не солдаты и бойцы Красной Армии Союза Советских Социалистических Республик. Отправляемся на экскурсию по бывшей резиденции в Ежемолье. Ребята, кто это, вы знаете, что это? Я что-то ни одного знакомого лица не вижу, нет? Ты еще 41-й год. Да, ты бы здесь людей везешь и забираешь. Ну, ребята тоже не знают, я спросил. Здесь стилизованный трезуб. И опять та же надпись, кого они помнят, но я не вижу тут. Да, помнят этнических украинцев, я понимаю так. Потому что и надпись такая, украинцы в составе объединенных наций победили агрессора. И вот опять мы видим портрет большой, увеличенный из фотографии Петро Федун. Ну, в скобках Полтава, лейтенят частной армии, полковник УПА. Воевал против немецких оккупантов. Выдающийся идеолог и публицист, освоительного движения. Рыцарь Золотого Христа, боевые заслуги, первого класса и Золотого Христа заслуги. Ну, как видим, здесь нет ни за освобождение Берлина или Бодапешта, нет за участие в Великой Отечественной войне никаких таких заслуг нет. Чисто его вписали, да, по национальности. Вот это празднует или отмечает вот такими вот вывесками, вот такими портретами власть Украины, да. Это вот этот День Победы, который поставил точку господства немецкой Германии и ее союзников, или, кое-что, немецкая Германия, нацистской Германии и ее союзников, да. И Германия капитулировала и была окончательно разбита. И таким образом СССР стала той страной, на которой легла основная тяжесть ведения войны по освобождению Восточной Европы, да, и Берлина. Ну, единственное, кого почтили здесь, мы видим, это Иван Кожедуб. Но его не написали, что это самый результативный летчик СССР, а написали, что летчик ассоюзников времен Второй мировой войны. Ну, правда, написали трижды Герой Советского Союза. Вот так, этот парень, Герой Советского Союза. Ну, опять это стадило все вскрыли и написали, что он воевал не за СССР, а в рядах объединенных наций. Опять видим украинцы в рядах объединенных наций. Евдокия Завалий. Ну, опять мы видим, что она, полковник ЧА Завалий, единственная женщина, которая во время Второй мировой войны служила командирой взвода морской пехоты. Опять мы видим, что нет здесь СССР, что нету здесь Советского Союза и освободительной борьбы советского народа. Вычеркнули, да. Институт памяти – это институт беспамятства. На сегодняшний день. Еще один стенд. Питер Дмитрук. Канадский пилот бомбардировщика. Спасил с парашютом, с избитого самолета. Он присоединился к французским партизанам. Погиб, но спас жителей французского городка от репрессий. Увлекательная полноценовая экскурсия с возвратом на Крещаник Межеворья. Ну, а вот видим еще. Ахмед Хан Султан. Летчик АСС. Бил 30 тражерских самолетов. Да, два же героя Советского Союза. Ну, написано, что он называл себя крымским татарином, а не советским человеком. Думаю, это не так, поскольку грудь его угрожает. Он ордена Великой Честной войны. Он с левой стороны или с правой ордена Ленина. Да, вот тут видим мы ордена тоталитарного режима. А тут она храплыва какая-то. Вот она есть. Это канадка. Очевидно, это переселенка из Украины, да. Ну, и написано, что она добровольно пошла в канадский женский армейский корпус, служила в Большой Великой Британии и призначенная медалью Британской империи. Ну, а как видим, опять же здесь речь не идет о победе советского народа в Великой Честной войне и победе над фашистской Германией. А говорится об этнических украинцах, которые в составе Объединенных Наций победили агрессора. Да. Ну, конечно, многих это, наверное, не устраивает, но молодежь, очевидно, ничего этого не знает. Какая война была, как проходила, кто погиб и за кого сражались. Они будут знать, посмотрев на эти вывески, что Украина в составе Объединенных Наций победила агрессора. Ну, а на этом стенде мы уже видим инвалидов с современными протезами. И тут, соответственно, написано, что это победитель. Те, которые по зову правительства пошли, которым, значит, иностранцы в Израиле или в Германии поставили протезы, и вот они снова скачут. Но, очевидно, жизнь у них не очень хорошая, потому что я вижу, что стоит девочка, сидит и собирает деньги для этих инвалидов. А тут мы видим спецвыпуск переможцы. Здравствуйте. Волгий Михайлович, захист украинского народа. А скажите, пожалуйста, что это такие герои наши, а что держава надаёт грошей? Ну, держава, звичайно, то есть гроши, но этого недостаточно, чтобы купить спортивные протезы. Один спортивный протез коштуют 350 тысяч рублей. У того, держава, были гроши погнать людей на бейню, а грошей, чтобы их реабилитировать, и чтобы они могли достойное життя нема. Виходит, да, вот таким чином. Все надо питать вагонной радости, чем хорошо. Ну, девчина, вона розуміє, да, вона ж каже, вона збирают. Так само, как и не розуміє. Да. А влада, знаю, не розуміє. Влада, влада розуміє, только воно не хочет. Воно тоже не дураки. Ну, я розумію, розумієте, мают там миллиарди, воно кажут, депутатів с танки. Для них копійки. Да. А треба збирати. Да, це не добре. Ну, вот таким образом, дорогие друзья, даже вот стали инвалиды, а для них надо собирать деньги, потому что миллиардеры, которые находят власть, это жидо-олігархи, они не желают, да, делать достойную жизнь, как народу Украины, так и инвалидам, которые получили инвалидность уже благодаря той бойне, которую они развязали, так и не находят денег на достойную старость участника Великой Честной войны, которые освободили Украину, которые отдали свою жизнь, здоровье и молодые годы, и которые разгромили эту фашистскую чуму. Ну, на этом я заканчиваю, дорогие друзья, свой короткий репортаж. С вами был Волгин Михаил из Киева. До новых встреч, дорогие друзья! Редактор субтитров А.Семкин